Я прям вообще, знаешь, в Бурятов прям влюбился. Хочу стать почетным Бурятом. Примешь меня потом? Да, Буряты все такие. Когда про Тупчинова мне говорили, значит, люди, они говорили, знаешь, кто это? Димка, знаешь, кто? Он танк. Он танк. Все, что он желает, он продавливает так или иначе. Она вообще идеолог, то есть она пишет проекты, то есть идеи, а я их реализовываю. То есть она водитель танка, да? Он будет маленький, хиленький, но он будет спереди стоять, если у него пояс выше. Ну ты вообще, конечно, один из самых трогательных отцов планеты. Ну все, в июле месяце, на следующий год. Забились? Забились? Отлично. Здравствуйте, дорогие наши друзья. Вы смотрите канал Лига Мечты. Меня зовут Сергей Белоголовцев. Сегодня мы поговорим о Бурятии. Бурятия, можно сказать, это отличник по развитию адаптивных видов спорта. Стремительно осваиваются новые виды, открываются центры, причем не только в Улан-Удэ, но и в других регионах. И в этом заслуга человека, который к нам сегодня пришел в гости. Это Дмитрий Тупчинов, инструктор по адаптивному спорту, руководитель бурятской молодежной спортивно-общественной организации «Школа Романова». Романова. Дима, здравствуй, дорогой. Здравствуйте. Привет. Очень рад тебя видеть. Кстати, я недавно был в Улан-Удэ. Мы с тобой где-то там разминулись в этих ваших прекрасных степях монгольско-бурятских. Я тебе хочу сказать, что я был очень удивлен, вот так, знаешь, радостно удивлен тому, как все у вас там происходит, и какой у вас прекрасный город, и вообще, какие у вас доброжелательные, прекрасные люди. Вот. Я прям вообще, знаешь, в бурятов прям влюбился. Хочу стать почетным бурятом. Примешь меня потом? Да, буряты все такие. Все буряты. Вот. Дим, значит, вопрос такой. Ты, как и многие наши инструкторы, пришел к нам из-за близкого человека, из-за сына. Да. Да. Как это произошло? Почему ты поменял профессию? Ну, раньше у нас была некоммерческая организация, и мы занимались с детьми с девиантным поведением, который на учете в КДН. Ну, вот когда узнали мы то, что у нас... КДН – это... Комиссия по делам несовершеннолетних. Да, понятно. И когда мы узнали, что у нас такой ребенок особенный свой, и специалист в Москве сказал, что для нашего сына нужна физическая культура не менее четырех раз в день. И мы решили поменять профориентацию нашей организации и начали заниматься адаптивными видами спорта. Скажи, пожалуйста, а какой диагноз у парня? Дисфазия, развитие. Это что? На более понятном языке для наших простых зрителей? Это нарушение интеллекта. То есть после того, как вы поняли, что у него это есть, вы стали заниматься спортивной историей. Правильно я понимаю? Да. То есть начали мы, получается, с особого фитнеса. Это, грубо говоря, ТЛФК. То есть групповые занятия. Лечебная физкультура. Да, лечебная физкультура. То есть это комплекс упражнений, как гимнастика. То есть мы проводили групповые занятия. Ну и как бы, в принципе, ребенку это понравилось. И вот так это все и шло помаленьку. Смотрите, какой крепкий парень у нас, Димка. Вот. Знаю, что ты инструктор, да? Сам. По каким видам? Я с детства занимаюсь восточными единоборствами. И получилось так, что после фитнеса я решил набрать группу особенных детей. Думал, почему фитнесом группа может заниматься. И набрал группу детей с особенностями развития. Так у нас появилось отделение адаптивного карате. Я так понимаю, что вы разные виды спорта развиваете. Вот как ты говоришь, да? А где берете средства на это? Ой, берем. Ну, вообще все началось с того, что в 2018 году, на тот момент уже Лига Мечты, Лыжи Мечты тогда была. Лыжи Мечты тогда, да. Была в Улан-Удэ, ее возглавляла Инна Стрельцова. А вот я был в районе, работал в Селегинском, в Гусинозерске. И родители и администрация попросили написать проект и открыть у них центр. И вот в 2018 году мы выиграли первый грант. Это там мы не только обучили инструкторов, но мы для них и взяли небольшой подъемник для горных лыж. И вот в 2018 году в Гусинозерске появился первый горнолыжный подъемник и занятие по роллерспорту. Редактор субтитров А.Семкин Ну, гранты, это, конечно, вещь прекрасная. И спасибо всем, кто этим занимается. И спасибо всем, кто нам выдает эти гранты и помогает нам существовать. Это понятно. А вот когда гранты кончаются, что происходит? Ну, яркий пример, конечно, это Селегинский район во главе с главой района. Глава района поддержал, то есть не просто поддержал, то есть он дал обещание, то есть после завершения проекта, что инструктора будут получать заработную плату. То есть они получают деньги из бюджета, да? Да, да, получается. Класс. А по завершению проекта получилось так, что у нас обучилось чуть больше инструкторов, и мы собрали родителей и депутатов, и те приняли решение, что ставку еще одному инструктору дать. И на сегодняшний день Селегинский район у нас, даже в Уланды, у нас такой поддержки нет, как в районе. Они обеспечивают зарплату двум инструкторам, оборудование покупают, обслуживают вот этот склон, то есть там очень хорошая поддержка им. Принято у нас ругать чиновников, говорить, что они все плохие, все такие нехорошие. Есть, вот, видишь, нормальные люди, да? Да, яркий пример поддержки. Это очень приятно. Ты занял второе место во всероссийском конкурсе «Доброволец России» с проектом «Спорт без границ». Где он проходил, что это вообще такое было? И вот это вот, скажем так, лауреатство, оно как-то помогло тебе дальше вот в работе в твоей? Да, это международная премия «Мы вместе. Доброволец России» проходит ежегодно. В 2020 году получилось, то есть я рассказал о своей практике, как мы развиваем это, и занял второе место. И конкурс это не просто помог, то есть мы получили поддержку от Доброру, получается, там тоже в виде гранта. Это тоже позволило нам обучить дополнительных инструкторов и открыть еще несколько центров в районах Республики Бурятия. Класс. Когда про Тупчинова мне говорили, значит, люди, они говорили, знаешь, кто это? Димка, знаешь, кто? Он танк. Он танк. Он продавливает все, что он желает, он продавливает так или иначе. Я тебе расскажу сейчас историю коротенькую. Значит, когда Женя Белоголовцев, мой младший сын, у которого ДЦП, как ты знаешь, вот, один из самых известных, кстати, ДЦПшников в стране, он, у него есть свой блог, такой же, если вы не видели, обязательно поинтересуйтесь, там много интересного. Вот, значит, когда Женя первый раз при нашем участии, естественно, встал на горные лыжи, я был настолько потрясен, что, не знаю, если бы, знаешь, начался дождь из, там, не знаю, пятитысячных купюр, я бы даже не обратил на это внимание, настолько я был потрясен увиденным. Я знаю, что ты проводишь с такими ребятами занятия по карате. Вот это для меня еще более удивительно, чем то, что эти дети катаются, например, на лыжах. Как это происходит? Расскажи. Это же просто невозможно, мне кажется. Ну, мы стараемся отделить ребят, то есть по группам, да, и по возрасту, но все равно у нас родителей приводят, и у нас группы такие совмещенные, то есть и гиперактивные дети, и дети с ДЦП приходят вместе, но мы все равно карате, то есть это, конечно, люди представляют, что карате там драться надо или еще что-то такое. На самом деле мы там, получается, мы половина занятий, то есть это просто у нас ОФП небольшое, да, разминка идет, очень много упражнений на гимнастику, на растяжку делаем. А, ну, конечно, вот это все, да. Тянемся, да. А в конце мы просто изучаем комплекс упражнений, то есть как блоки делать, как движение шагать, то есть везде где-то инструктор помогает, родители, то есть у нас первая группа, когда мы набирали, у нас практически 10 детей бегало, и 10 детей шли вместе с ними. Сейчас у нас уже дети социализировались, и практически у нас один-два родителя только приходят и помогают, а дальше они сидят в коридоре и ждут, как их дети самостоятельно занимаются. Класс, класс. Ну, карате же это вообще как бы философия, да, это же не только вот как бы движение, это какие-то разговоры о том, о смысле жизни, о том, как ты должен вообще себя вести. Да, то есть здесь тоже глубокий смысл, то есть, ну, это, во-первых, это правило, дисциплина, то есть на занятиях, то есть если поклон, приветствие, уважение к старшим, то есть у них есть своя иерархия пояса, то есть начинает с белого пояса, потом желтый, оранжевый, зеленый, то есть они старшие пояса у нас спереди стоят, то есть это надо тоже заслужить. Класс, то есть это вот такому парню, да, который может быть где-то в школе, там, где-то во дворе изгой, а у него пояс, да? Да, то есть он будет впереди, он будет маленький, хиленький, но он будет спереди стоять, если у него пояс выше. Класс. Скажи, пожалуйста, а вот карате ты бесплатно занимаешься с ребятами? Да, то есть первое, когда мы набрали карате, мы выиграли грант фонда президентских грантов, после этого мы еще нас поддержал фонд Потанина, ну, и как бы здесь мы инструкторов поддерживали, а после того, как, ну, как и всегда бывает, гранты заканчиваются, мы с инструкторами решили, что с детьми будем продолжать заниматься бесплатно, то есть как бы это изначально наше такое было, детище, можно сказать, занятие, и мы решили, что не будем с родителями брать деньги. Какие же вы молодцы. Какие еще адаптивные виды спорта вы развиваете? То есть вот карате, да, вот горные лыжи, еще что? Это ролики, скалолазный спорт, водные виды спорта, семейные смены начали мы проводим. Вот, про водные виды. Знаю, что у вас проводится фестиваль летних видов спорта, в том числе активности на воде, вот это очень интересно. Расскажи об этом. Мы провели первую смену по водным видам совместно с Ростуризм Грант, который выиграл лыжи мечты, и мы провели его на Байкале. И это было два года назад, и теперь мы третий год подряд уже проводим всероссийскую смену по водным видам спорта. Что туда входят водные виды? Здесь у нас дети занимаются на каяках, саббордах плавают, байдарках и паркрафтах. Что это последнее? Расскажи. Паркрафт, ну это то же самое байдарка, только дно у нее мягкое, ну как у резиновой лодки, и она чуть меньше по размерам. Слушай, ну а малышняк, ну как к этому относится? То есть это, ну это же страшно, наверное, вот ты первый раз садишься в эту лодку, ты, если не очень еще уверенный или там... Ну вообще, все занятия на воде для детей это восторг. Восторг? Конечно, да. Конечно, сложнее на сапе, потому что он более неустойчивый, особенно, ну ладно, они сели туда, а потом они встают, то есть это уже сложнее, это баланс, здесь упражнения на координацию. А каяк, здесь еще сложнее, ты сидишь чуть право-влево, и он весь болтается, тебе надо с этим веслом еще сбалансировать, удержать его, ну и, а когда это начинает, то есть это не сразу получается, то есть на первое, второе занятие. И когда это уже получается, видно, что дети испытывают восторг, и когда у них это получается, видно, у них как это все тело начинает работать, и с детям это очень нравится. Великолепно, великолепно. Вот про семейные смены ты начал говорить, да? Да. Вы проводите их, вы селите людей в роскошном отеле на Байкале, как это удается? Это тоже за счет чего происходит? Ну мы вообще искали отель, где можно было бы не только проводить занятия, то есть и дополнительные другие активности. И мы нашли идеальный вариант, это вот в селе Сухая, Саганмарин, у них есть, во-первых, спортивный зал большой, пустой спортивный зал с мягким покрытием, два бассейна, то есть один мелкий, где можно начинающим заниматься, чтобы дети не боялись, и большой глубокий бассейн. И руководство отеля нам пошло навстречу, и уже являются нашими партнерами постоянными, и они позволяют нам, то есть освобождают отдельные нам дорожки, ну туристы в одной части бассейна, а мы в другой части бассейна, больше половины бассейна занимаем и проводим занятия. Ну и отдыхающие к этому относятся, ну лояльно, и никто не возмущается, и мы спокойно проводим занятия. Потрясающие люди. Этим летом я не попадаю к вам, а следующим летом с Женькой мы обязательно у тебя будем на Байкале, потому что это мечта вообще, мечта всей моей жизни, до сих пор представляешь, неосуществленная, выпить стаканчик воды байкальской. Ну все, в июле месяце, на следующий год. Забились? Забились? Отлично. Слушай, ну старший сын, понятно, твой посещает занятия, ну потому что ему положено, нужно это для здоровья, да? А двое еще детей? Ну у меня трое детей, получается, двое школьников и младшая дочка два года. Средний сын, ему 10 лет, он получается тоже как младший брат, постоянно поддерживает брата и здесь с ним ездит. То есть на все смены, все лагеря, интенсивы и постоянно участвует. То есть он, если на роликах Максар, старший сын, встает, то младший постоянно с ним вместе и помогает его поддерживать. Давай, давай. К всероссийским стартам по роликам он постоянно с ним вместе катает и сзади бедит и подгоняет его, чтобы тоже участвовал. Слушай, какой кайф. Ну ты вообще, конечно, один из самых, я не знаю, как сказать, один из самых трогательных отцов планеты, я тебя бы так окрестил. Вот понимаешь, вот Дима, представляете, ввел как-то раз онлайн занятия с двухнедельной дочкой на руках. То есть когда футболисты с детьми выходят на поле, мне кажется, это было не так трогательно, как это у Димы происходило. Что жена тебе, она твоя единомышленник, не говорила тебе, куда ты под камеру с малышом? Ну у нас здесь тандем. Жена у меня сейчас уже получает четвертое высшее образование. Четвертое? Она учится в Бехтерево, в институте клинической психологии. То есть она вообще идеолог, то есть она пишет проекты, то есть идеи, а я их реализовываю. То есть здесь у нас взаимосвязь очень хорошая. Я понял. То есть она водитель танка, да? Да, да. Она сидит в башне. А я пробиваю. Да. Она дает идею, и мы начинаем уже разрабатывать ее. Сейчас знаю, что вы запустили проект, который называется «Выйти из подвала». Что это? Ну, как говорю, что мы уже на протяжении многих лет работаем, и хоть и нас региональные органы поддерживают, но в том плане, то есть, ну, недостаточно. И количество инструкторов у нас на сегодняшний день 12 человек работает. И в этом году сейчас мы, получается, еще 10 инструкторов обучаем. И мы понимаем, что нам нужен свой зал, нужно помещение, где будет работать. И мы на сегодняшний день в двух залах занимаемся в подвалах. То есть занятия у нас проходят. И мы хотели свое собственное помещение, где мы можем сами все оборудовать. То есть у нас, как вы знаете, да, не во всех спортивных залах можно то или иное оборудование переделать под себя. Да, да, понимаю. И мы вот решили, супруга решились на такой проект, что возьмем свое помещение и будем там проводить занятия. И сделаем его под себя. Потому что мы ежемесячно где-то около 50 тысяч только за аренду отдаем. Зачем, если можно платить также за коммунальные услуги, но зато помещение будет наше. Я тебя понял. Ну, ты вот начинал в небольшом городке Гусиноозерске. Да. Правильно? Сейчас у тебя прибавилось и городов, и видов спорта. Какие планы у тебя на будущее? Захватить всю галактику, ты собираешься? Всю галактику охватить адаптивным спортом? Ну, вообще, это, скорее всего, просто чтобы работа была системной. Как говорится, то есть то, что мы работаем с районами, да, захватываем, как говорится. То есть мы делаем спорт доступным, чтобы у нас очень много родителей, семей приезжает с районов. Чтобы они эти деньги не тратили на проезд, чтобы они у себя на районах, на местах были хотя бы, ну, по одному-два инструктора, которые могли на местах проводить занятия. Ну, почему я говорю про систему? Потому что не всегда инструктора у нас закрепляются. В общей сложности мы, наверное, обучили-то больше 30 человек, и текучка очень высокая. И нам хотелось бы, чтобы инструктора закрепились на местах, постоянно работали. Ну, как на сегодняшний день это в Улан-Удэ происходит. Димка, спасибо тебе огромное, что ты нашел для нас время. Мы были вообще, мы тобой покорены. Покорены. Я тебе желаю только удачи, только побед. Вот, ребята, Дима Тупчинов. Бурятский нежный танк. Удачи тебе огромные. Спасибо тебе. Спасибо. Дорогие друзья, на этом очередной выпуск канала «Лига мечты» подошел к концу. Я вам желаю счастья, здоровья. Берегите себя, берегите своих детей. И помните, помните, мы вместе. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»!